Привет, мои хорошие! В моих видео о педикюре я очень часто говорю, что я не подолог, а больше просто эстет. Но так как вы задаете очень много вопросов, связанных именно с медицинским педикюром, то я решила сходить в гости к эксперту, который сможет дать вам ответы на ваши вопросы. Оксана Луцай, сертифицированный специалист, спикер на конференциях, автор личных методик, основатель школы педикюра и маникюра в Киеве, обучила аппаратному педикюру более тысячи учеников. Как и обещала, я сегодня в гостях в школе педикюра и маникюра Оксаны Луцай. И мы с Оксаной ответим вам на вопросы, которые вас волнуют. Оксана, поступает очень много вопросов по поводу анихолизиса. Вообще, почему он возникает и нужно ли его зачищать? Три года назад я могла даже себя называть вот так чёстко. Оксана анихолизис. Потому что в последнее время его действительно стало настолько много и причин настолько много, что анихолизис стал вот действительно бичом этого столетия. Что такое анихолизис? По-моему, это слово сейчас знают даже наши клиенты. Анихолизис это простая обычная отслойка ногтя от ногтевого ложа. И даже если подумать и правильно его назвать, это будет даже не анихолизис, а анихолиз. Потому что анихолизис это расслаиваться, отслаиваться, растворяться в латыни. В принципе, это просто пустота. Пустота под ногтем. Когда ногт не держится к ногтевому ложу, появляется вот такая пустота, которую мы можем видеть глазками. И естественно, мы можем понять это сразу же по нарушенной линии гипонихия. Вот когда вы видите, что что-то несимметричное и неровненькое, это уже можно думать, что там есть наличие анихолизиса. Какие вопросы, причины? Да, какие причины, потому что действительно это очень сейчас часто, да, очень много мастеров видят анихолизис, и они даже не понимают, от чего он происходит. Многие считают, что это болезнь. Скажи, пожалуйста, разве это болезнь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос о причинах, нужно чётко разобраться. Анихолизис на руках или анихолизис на ногах? О ногах? Хорошо, на ногах тоже бывают причины те же, что и на руках, поэтому, наверное, будет это самый максимально полный ответ. Если брать ноги, первая причина анихолизиса это давление. И давление это может быть внутреннее или внешнее. Внешнее, конечно, максимально быстро можно убрать, убрав фактор. Просто взять и переобуться. Если у вас есть излишняя длина на ногтях или у ваших клиентов, и вы надели тесную обувь, обещаю, там будет анихолизис травматический. Это первая, самая распространённая причина. Оставлена длина и обуток какая-то узкая, маленькая, невысокая какая-то обувь. Всё, привет анихолизис, он уже появился. Вторая причина всё-таки внутренняя, потому что вы можете понимать, что у человека есть различные деформации стопы. И за последних 14 лет, за которые я работаю с клиентами, именно вижу каждый день их ноги, я могу сказать, что видела здоровых ног буквально единицы. У каждого человека есть определённые изменения стопы, деформации стопы, это поворот пальчика первого к второму холюс вальгус. Это даже просто искривление концевой фаланги, когда просто фаланга пальчика поворачивается в сторону второго пальчика. И здесь уже будет внутреннее давление, где тоже без анихолизиса не обойтись. Да, так реагирует наш организм. Если вы придавили на что-то, оно может отойти. И здесь сразу же можно говорить о том, как убрать анихолизис. Вы должны убрать чётко причину. Обувь, срезание ногтей вовремя, спиливание, то есть разомкнуть какие-то возможности давления, когда есть деформация, поставить межпальцевую распорку, силиконовый корректор. И когда вы прорабатываете причины, естественно ухаживаете за полостью, которая появилась под ногтём, то тогда вы видите действительно позитивную динамику. Без этого никак. То есть анихолизис не нужно срезать, если не убрать причину его возникновения? Сто процентов. Но если вы не срежете анихолизиса, вы не всегда можете понять, какой у вас прогноз. Срезается анихолизис в тех случаях, когда человек готов работать, когда он понимает причину, когда он готов проработать, собственно, свои причины. И тогда мы срезаем анихолизис для того, чтобы посмотреть. Атрофированное ногтевое ложе, жизнеспособное ногтевое ложе, оно может прирастать многое. И между прочим, анихолизис не приклеивается назад никак. Оно как не приклеивается к коже. Оно может только отрасти, обновиться. Но для того, чтобы он отрос, нужно понимать, ему есть куда расти или нет. Для этого, конечно же, нужно срезать много для того, чтобы оценить ситуацию. И еще один момент. Когда мы срезаем ноготь, мы можем применить такую технику, как раздражение ногтевого ложа. Контролированное воспаление ногтевого ложа. Этим пользуются очень много подологов. По желанию, по возможностям. Иногда аргументировано, иногда нет. Но зачищая ногтевое ложе, мы иногда вызываем клетки к делению. И видим позитивный результат. Еще раз повторюсь, все это нужно делать только тогда, когда клиент готов к сотрудничеству. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ноги. Оксана покажет нам и расскажет, как нужно обрабатывать ногти в таком случае. Антисептиком обрабатываем зону воздействия для того, чтобы избежать транзиторной микрофлоры. Для поднятия кутикулы я использую короткую иголку с тупым концом. Для того, чтобы не поднимать, не подрывать складку и понихия и не делать лишние работы. Следующим шагом я убираю толщину ногтевой пластины. Керамической фрезой, которая позволяет максимально деликатно убрать и толщину ногтевой пластины и утолщение на коже. Продолжение следует... Продолжение следует... Цилиндром 55 диаметра я сразу же подбиваю юбочку и формирую свободный край. Продолжение следует... 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 Масло не помогает при анихолизисе, это факт, 100% факт. Но в данном случае я наношу масло с прополисом и органовым маслом, которое позволяет уложнить кутикулу, околоногтевые ткани и, конечно же, массажными движениями я его втираю для того, чтобы улучшить системный кровоток на дистальных отделах и ноготочек наш рос действительно красивый. Надеюсь, что вам понравилось видео такого формата, ведь я очень хотела, чтобы вам было именно полезно. На самом деле это еще не все и выйдет еще несколько видео, где Оксана поделится с нами полезной информацией. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, потому что дальше будет еще больше и еще интереснее.